Всем доброго времени суток, уважаемые также подписчики и гости моего канала. Сегодня я попытаюсь съездить на рыбалку, скажем так, первую в этом сезоне. И вот выдвигаюсь я в сторону реки Амур. Обычно по своим традициям, испокон веков я всегда начинал свою рыбалку с горных рек. Но в этом сезоне так получилось, что здоровье мне не позволило начать сезон с горных речек. И соответственно там сейчас уже поднялась вода, начал таять снег, вода мутная поднялась. Ну и соответственно на нерест вся рыба уже, как бы сказать, уже поднимается и поднялась. И делать там уже, как бы сказать, в это время уже на горных речках нечего. От этого, маленько чуть-чуть оклемавшись, я решил съездить на домашнюю рыбалку. Это буквально от дома тут 20 минут. И вот сегодня я попробую начать свою рыбалку на реке Амур. Вот слева у нас хекцир большой. И буквально я рчусь на всех парах. На рыбалку. Идет, с утра было, в 6 утра была погода у нас замечательная. Было вообще ни одного облачка, солнышко. Но вот сейчас все затянуло. Идет такой дождик. Вот дождик меня не пугает. Соответственно, скажем так. От этого мы попробуем. В это время года я еще никогда на Амуре не рыбачил. Несмотря на то, что я очень долго уже живу на Дальнем Востоке. От этого мне просто самому интересно, что можно поймать на Амуре в это время года. Соответственно, как бы я это понимаю, что для основных хищников, находящихся на реке Амур, еще весь процесс рановатый. Они еще не оклемались. Вода еще прохладная. Хищник не активен. Но тем не менее, я попробую что-нибудь поймать. Передо мной встал большой китайский грузовик. Движется он пока по направлению в Китай. Я тоже двигаюсь по направлению китайской границе. Обогнать он себя не дает. Ездят китайские грузовики достаточно быстро. Обгонять его на таких участках рисково. И встречные машины тоже, вот видно, не дают мне его обогнать. Плюс сплошная линия. Вот еще одна нарисовывается машинка. Идет. Ну вот мне разметка показывает, что я со своей стороны могу это сделать. Обгон. Но там еще идет машина. Грузовик китайский летит быстро. Видно, что скорость у него 100 км в час. Ну и чтобы его обгонять приходится нам разогнаться вот до 140 км в час. Ну все-таки, да, вот уже 150. Мокрый асфальт. Но на повороте чуть-чуть скоро снизим. Ну вот только так вот пришлось его обгонять. Вот подъезжаю я к месту рыбалки. Смотрю, что в лесу еще, можно так сказать, в тайге еще лежит снег. Вот. Выглянул из машины посмотреть обстановку. Видно, что он тут пилили. Видно, люди ездили, буксовали. Пытались машины вытащить. Снега в этом году было много. Поют птицы. Вот еще даже до сих пор весь снег не растаял. Смотрю, смогу ли я спуститься к речке. Но ничего страшного. Сейчас будем пытаться. Поедем. Так, вот приехал я на речку. Видно, что вода у нас скажем так, большая для реки. Хотя, если взять, что года два был у нас потоп и Амур разливался плюс восемь метров, то в принципе для плюс восьми метров это, конечно, маленькая вода. Но все равно если бы в принципе не было бы снега и не было бы этого катера или как его правильно назвать под названием с таким названием Шилка, то бы мог бы я наверное проехать к своему месту туда дальше еще наверное километр или пару километров вдоль берега. Но видно, что снег мне не дает это сделать. Пришлось здесь вот развернуться. Сейчас я экипируюсь, оденусь и дальше я пойду пешком. Вот так вот. Вот. Видно, что это район старой переправы на остров. Это на том берегу это не берег, это остров большой уссурийский. Половину острова мы не так давно наш президент отдал Китаю, подарил. Не знаю из каких соображений. Вот сейчас половина этого острова можно сказать противоположного берега. Она сейчас китайская. Раньше было переправа. Вот. Последние годы в прошлом году по-моему или позапрошлом в прошлом наверное построили вот этот мост. Раньше здесь понтанеры всегда наводили переправу. вот паром как бы сказать даже не паром как его правильно назвать на котором перевозят машины. Видно, что тут стоит еще одна машина с тележкой. Видно, рыбаки приехали, спустили лодку и уже уплыли. Вот я сейчас дальше буду идти, пирываться брать с собой все самое необходимое и пойду дальше пробовать что-нибудь поймать вот таким вот образом. Так что у меня сегодня будет тут ничем я сегодня буду ловить ловить я сегодня буду спиннингом от фирмы Blackhall вот спиннинг называется Magic Breeze длина его 240 Теса от 4 до 18 грамм вот в таком тубусе про него обзор я снимал ну и катушка у меня сегодня будет фирмы Riobi называется она Zaober CA вот сегодня я буду ей рыбачить вот ну что буду собираться и пойдем попробуем что-нибудь поймать видно что тут относительно свежие следы этого года машина видно что когда вода была поменьше машины объезжали этот катер на берегу и этот лед это у нас Амурская протока реки Амур так она и называется Амурская лед здесь раскрылся буквально всего 5 дней назад открылось русло протоки погода начинает куртиться погода сегодня такая то дождь то снег то солнце меня это не смущает делаем первые забросы отец отец ну я это это всё так как это Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше мой путь становится все сложнее и сложнее На моем пути такие льды Обнаружил я погибшую рыбу Да, это у нас сазан Сазанчик погиб Видно, что его тут уже кто-то погрыз Скорее всего Зверки, либо колонок, либо мышки То есть рыба за зиму погибла Видно, что еще даже на сопках не растаял снег Еще остались вот такие вот-вот мучные льды Поклевок тоже пока Никаких нет Цепляется только трава Мусор Вот рыбалка у меня в этом сезоне неудачная Пришлось вернуться назад Меня подвела катушка Запасную я как-то не взял В принципе, тут недалеко поехал Вот рыбалка у меня сегодня подвела Видите, мотать начала она под конус Очень большой появился длинный люфт О чем я в видео говорил Что скорее всего толкатель Который соединяется с бесконечником И со штуком, на котором сидит шпуля Скорее всего он раскрутился Хотя ТО я катушки делал Это ее первая рыбалка После ТО Видите, какой длинный люфт Она начала мотать под конус Дальше если ловить Она совсем раскрутится И грубо говоря Вообще Вылетит у нас просто-напросто этот штук Так что При том, что катушка меня подвела Приходится мне возвращаться домой Вот Сейчас мы выйдем, посмотрим Колеса На рыбалке это жизненная необходимость Выезжая с такого берега Можно Проколоть какое-нибудь колесо Где переправа Могут быть всякие доски Смотрим, что колеса у нас все в порядке Осмотрели Ну и теперь мы можем Смело двигаться Домой Ремонтировать Катушку Отрицательный результат Тоже результат Сейчас будем разбирать катушку Смотреть Что с ней произошло С этой катушкой В принципе Она у меня Прошлый год Весь сезон Отработала Меня не подводила Что там раскрутилось Ну что раскрутилось Я уже вам Говорю Свои предположения Вот Почему она Даже не вытерпела Рыбалку Будем кубатурить Отрицательный результат Так вот Приехал я с речки домой Приготовил все Будем смотреть причину Что у нас Случилось С катушкой Фирмы Риоби Зауберция Вот В процессе Рыбалки Я обнаружил Что Начало мотать Под конус Очень сильно Хотя у меня была Прямая Отрегулирована Шайбами регулировочными Прямая намотка Пошло под конус Так как я с этим Уже сталкивался И из видео По катушкам Я рассказывал Что чего Откручиваться И к чему Это приводит Видим Вот такой отказ Пошел Мотать под конус Видим Очень длинный Такой Люфт на штоке Скорее всего Открутился Толкатель Который соединяет С бесконечным винтом Сейчас вот мы Посмотрим Правильные ли мы Подтверждения Либо неправильные Вот В режиме Прямо Реального времени Я все Разбираем Ну вот Смотрим Обычно Когда такое происходит Откручивается У нас Вот Этот винтик То есть Сам толкатель От штока И Начинается Такой Большой Большой Нот В данной Ситуации Мы видим Что Здесь Все в порядке То есть На что я Грешил Это не Сбылось Вот Вот Так Так Вот Снял я Сам шток С толкателем Думал Сначала Что Открутился Вот этот Винтик Который держит Сам Вот Это Вот Непосредственно Деталь Участвующих Соединение С бесконечным Винтом Видно Что Ее Люфт Оказался Вот Видите Каким Большим То есть Она там Болтается Прям Очень Сильно От этого Получился Люфт Я думаю Раскрутилось В этом месте Но И здесь Не раскрутилось И здесь Все хорошо Протянуто Но Образовался Люфт Сейчас Я буду Снимать И смотреть Видно Что Крышка В этом месте Имеет Вот такую Вот щель Которая Прижимает Тут просто Смазка Набита В этой щели Видно Что В этом месте Как бы Часть крышки Отогнута То есть Поднялась Вверх То есть Не знаю Как ее Так Давануло Или отогнуло Я понять Не могу Сейчас буду Откручивать Смотреть Ну Наверное Скорее всего Из этого Что Вот эта часть Угла крышки Приподнята И вот До конца Не прижимает И такой Большой Люфт Сейчас Будем Смотреть Что там Дальше Происходит Так Вот Разобрал Я подогнул Пластинку И убрал Вот Эту Щель Которая Отходила Этот край Подогнул Вот Убрал Теперь Этой щели Практически Как таковой Нету И тем самым Уменьшился Вот этот Вот Люфт В самом Толкателе Будем Собирать Пробовать Вот Причина Возможно Скорее всего В этом Потому что Больше ничего Не открутилось Вот Собираем Пробуем Так Ну вот Все Подготовил Собрал Катушечку Сейчас Последнее Приготовление Прокапаем Шток Чтобы Пролилась У нас Смазка Все Убрали Проблема Ну и Сейчас Будем Ставить Шпулю И Смотреть Как Изменится Наша Намотка Вот Вот Все Взяла Перемотал Катушечку После Сборки Устранения Неисправности И видим Что Все У нас Стало Замечательно Конусность У нас У нас Ушла Вот Можете Посмотреть Шпуля Опять Почти Стала Прямая Конус Чуть Чуть Минимальный Есть Но Это Первоначальная Моя Настройка То есть Я делал Чуть Чуть Обратный Конус Для Шнура Именно Для Использования Шнура Видите Он Остался То есть Зверского Такого Конуса Больше Нет То есть Мы Вернулись Вот Первоначальным Настройкам Шпуля Видите То есть Проблема Устранена Все Работает Замечательно Чуть Чуть Она Изогнулась Не знаю Почему От нагрузки Может быть Ее давано Или еще Что-то Понять Не могу Но Можно ехать Опять На рыбалку Пробовать Вот Вот Моя вторая Попытка Сегодня Пока я Ремонтировал Катушку Приехал Я на реку Амур Пока ехал Погода Очень сильно Испортилась Видно Что там Даже Кораблик Что-то Шел Шел Стоял Стоял На месте Не справился Уходит Поднимается В прибрежной Зоне Сильная Волна Смутью Непогода Быстро Нарастает Не ходить На улицу Вот Даже Оттуда Гонит Волну Ну Это Конечно Не штормовой Ветер Для Амура Это Скажем так Волна Небольшая Но все Кидать Спиннинг Уже Практически Бессмысленно Потому что У берега В прибрежной Зоне Поднимает Такое Мутилово Волнами Рыба Соответственно Уходит На глубину Смотри Где-то Лежат Спиннинги Вот Человек В той машине Рядом Стоит Залез Массажир Жен Даже Не вылажив Закинул Спиннинги Вон Погода Морчится Порыбачить Как я понял У меня Определенно Все-таки По-нормальному Сегодня Не получится Никакой рыбалки Это очевидно Такие вот Чудеса С берега Просто рыбачить Невозможно Видим Как все Крутит Вся рыба Конечно Сразу Отскакивает Ну что Поделаем Первый Блинком Получается Отремонтировал Катушку Все Приехал Пока ехал Такая погода Быстро Стала Это характерно Для Дальнего Востока Погода У нас Меняется Мухой Семь раз На дню А то и больше Так что Придется мне Залезть в машину И не солоно Хлебавши Завязать С таким чувством Как рыбалка По крайней мере На сегодня В машине Конечно Хорошо Тепло И дождик Здесь не капает Ну конечно Однозначно Это Рыбачить Тут просто Невозможно Если бы даже Не было в дождя С такой волной Никуда не годится Вот Когда я сюда ехал Видно что много Рыбаков Свернулось Ушло Ну Что говорить Первый Блинком Посмотрим Что будет дальше Вот Всем спасибо За внимание Уважаемые Кому нравится Подписывайтесь На канал Ставьте Палец Вверх До свидания